привет мои дорогие с вами на или германия покажу вам свои покупочки которые я купила в магазинах rosman юск лидл вот начну с ножей я долго пользовалась но я посчитала где-то 12 лет я пользовалась ножами от марки вюстенхоф это как с цвилингами с знаменитой фирмой цвилинг это фирма вюстенхоф они как как это ее дочернее предприятие вюстенхоф и у меня были ножи такие кухонные но они сейчас поржавели через 12 лет я их выкинула чтобы не портить свою посудомоечную машину обязательно отслеживайте этот момент если у вас какая-то ржавчина появилась на какой-то посуде или ножи вилки ложки ну что-нибудь уже посудомойку это не ложите потому что может там поржаветь все части надо сразу это отслеживать и ржавые ну все со ржавчиной выкидывать и покупать себе новенькая я приметила в магазине лидл такие вот красивые ножи это сантоку нож для мяса с такими штучками и просто там чистить картошку овощи вот эти маленькие и хлебный нож и мне цвета понравились такие вот сейчас популярная там еще мастер блок тоже был это стоит около 799 сейчас вот есть и у них еще есть такой блок который можно ставить там три ножа для хлеба там для мяса ставите на кухне и там цвета тоже такие вот сиреневый и такой салатовый надо будет если еще останутся тоже себя прикупить я долго искала кисточку себе красить стрелочки тенями значит такую тоненькую они только в наборах есть и в розмане осмотрела набор стоит 20 евро я думаю за одной кисточке отдавать 20 евро и тут я увидела это вли для такой набор стоит 3 евро 299 я себе его быстренько купила вот такая вот кисточка их редко можно отдельно найти если у вас такие вот ресницы наклеены вот тени черные любые берете любой марки и такую вот кисточку и вы уже можете нанести стрелочку которая не будет приклеиваться к вашим ресницам потому что если брать подводку она клеится к этим ресницами они быстро склеиваются между собой и вам придется чаще ходить наращивать эти ресницы поэтому вот такая вот кисточка с этими тенями это как раз для нарощенных ресниц вариант выглядеть ухожены так это посмотрели это посмотрели значит в юзки а зашла мне нужно было наволочка для маленькой подушки сейчас популярные маленькие подушки а наволочек для них нет я хотела что-то такое по плотнее но вот такие только тонкие есть совсем тоненькие и вообще без ничего это я еще случайно нашла что она хоть с каким-то украшением и она стоит дороже чем подушка подушка например стоит 5 евро можно найти 5 7 50 такая наволочка стоит 7 99 это ни о чем этот ну ее надо часто стирать и это и тут мне попадается на глаза постельное белье комплект вот под одеяльники подушка большая за 5 евро я забрала 22 последних комплекта один голубой другой вот такой лиловый я уже такие брала и думаю или вот сравните 77 99 одна такая вот штучка или вы берете целый комплект и вы можете эту наволочку если у вас есть машинка швейная ушить до размера 40 на 80 одну сторону как-то ушить обрезать и еще под одеяльник будет я думаю не надо брать не забрала два последних комплекта там больше нет так что если вам надо посмотрите магазин юзк может быть вашем городе еще есть такие комплекты мидер и сейчас у них скидки на многие такие вот постельные принадлежности там подушки у них сейчас есть по 7 евро 50 такие длинные 40 на 80 потом я зашла в экшен и купила там себе масло для волос касторовое масло и надо хотя бы раз в неделю делать такие маски для волос но это касторовое масло оно такое тяжелое для волос его надо чем-то мешать с кефиром например 50 процентов этого масла 50 процентов кефира смешали в блюдечке нанесли на час или на ночь и утром смыли и волосы такие шелковистые потом в в росмане да я купила такую вот занавеску на маленькая такого длинное окно чтобы мухи не залетали в летнее время стоит 2 евро потом я купила по акции шампуньки шаомана с органовым маслом я уже ее пробовала она хорошо хорошая с большим составом масла для бешедик тесхар как поврежденные волосы у кого крашеные волосы они всегда поврежденные поэтому вот эти масла масло и масло еще раз было по акции я поэтому взяла две такие шампуньки потом я попробовала такой бальзам я уже несколько раз беру он тоже с маслом оль магик жожоба 11 процентов там не знаю чего-то там вот написано дики строка на схар это для толстых сухих волос оль магик джо джоба от марки лореаль мне она зашел этот бальзам чеки его уже несколько раз беру потому что тот же я брала там розовенький его уже сняли с производства нигде нету я беру тоже есть то что мне попадаются ну и соответственно красочку купила от марки schwarzkopf где там пишется это вот я беру по номерам и и вот это вот чем выше номер тем больше она осветляет девяточку я беру даже девятка плюс она хорошо прокрашивает корни и сама крашу такой вот краской вот это вот такие у меня покупочки мои дорогие только что вернулась магазинов продовольственных и покажу вам свои покупочки сначала я зашла в рэвы и там на теке я купила ну культ теке витрине значит маринованные такие чикин wings это маринованные куриные крылочки стоят 449 килограмм их сразу на сковородочку вылаживайте и пожарили и салатик сделали вот вам уже обед или ужин значит арбузик тоже этом не арбуз я купила в на это 1 евро 10 килограмм и половинку можно вот так купить в лидле я купила фарш я хочу сделать фаршированный перец перец я тоже купила но он у меня еще в машине лежит завтра заберу значит так как было ангиба 229 я взяла два таких фарша по полкило и взяла такие стейки тоже они 2 евро я заплатила за такую упаковочку значит в лидле я взяла фрикадельки 229 помидоры 1 евро 29 они так пахнут ароматные классно значит бука тоже в ангиба я взяла два вида один тоскана 2 за ниге тоскана это как с томатами а за ниге такое ну как сметаны такое вообще я люблю с ананасом но с ананасом не было у них самый вкусный с ананасом как десерт прямо можно как творожок кушать даже ложкой даже не намазывать на хлеб он такой свеженький как творожок такой значит молочко купила кафе зана в кофе йок наливать в они во всех магазинах одинаково цена 69 центов салат такой купила в рэве 79 центов такая вот головка кофе йок я купила в на это новин пик демильда 480 такая упаковка это в лидле я купила кола она такая холодненькая и и на витрине продают в такой холодной и она освежающая классно значит йогурт и я не помню где их купила по 44 цента сметанку такое то я положу ее фаршированный перец это я в лидле купила по одному евро селёдочку я взяла в рэве она везде одинаковая цена у нее 1 евро 59 вот с томатиками можно сделать такой бутербродик или картошечку отварить из картошка и и покушать колбаску взяла в на это она такая как домашняя как домашняя ветчина 1 евро 79 150 грамм булочки взяла в лидле это такие как на турецкий манер называется берег это идет с брынзой по 75 центов они две взяла и круассанчики взяла 55 центов один правда примялся ничего и на десерт я взяла такое мороженое в рэве соленая карамель тоже был ангибот 1 евро 88 центов вот такие вот мои покупочки мои дорогие привет мои дорогие стою сейчас на парковочке возле лидла и возле рэва это уже второй лидл в который я сейчас заехал здесь в этом лидле больше ангиботов мне понравилось кое-какие вещи я раньше сотрела я приехала специально сначала в один поехала там этого нет уже это уже остатки роскошь я специально приехала в этот филиал чтобы взять то что мне понравилось это я такие вот контучи купила итальянское печенье с орехами стоит 2 евро 300 грамм чипсы сын я не за этим приехала я приехала здесь был ангибот в лидле такой вот бэт лакен это как простынь на резиночке но у него большой размер размер значит 160 на 200 вот написано такой красивый цвет хорошее качество такое вот приятно мне нравится такое качество и стоит 495 я когда была здесь пару дней назад было их штук 5 часа последняя лежала уже без ценника я когда кассе подходила я девушку спросила цену и имша уже подвезли новые такие просто не в другой упаковке они так как квадратиком конвертиком сложены они стоят от 7 до 15 зависимости от размера и она мне сказала 495 я быстренько значит зацепила и вот такой вот мессор блок такого цвета лила значит три ножа и еще там вот эта штука она выдвигается ее можно мыть вот так вот снимать внутри черная сверху лила такое как раз под мой пиджак сейчас модный такой цвет еще там были такие салатовые зеленое яблоко такого зеленого сладкого цвета это стоит 799 и мой сын любит вот такие вот конфетки холорен куголь строчателло он любит именно вот эту марку там такие маленькие шоколадинки внутри раньше йогурт такой был строчателло и сейчас сделали такой шоколад есть классический еще с клубникой с ванилью а он любит именно этот и я ему взяла 1 евро 29 пачечка там у меня еще с другого липло из дм я сейчас зашла в дм кое-что купила все надо все надо идешь за одним видишь другую сейчас я запакуюсь за одним выходишь друг другое находишь в другом вигле нет ни этого шоколада ни печенья ни вот этих вот ножей то ли быстрее они разбирают то ли они в другие селялы отдают а здесь видно или больше площади и я вот это вот езжу сейчас я сейчас чуть-чуть у меня время есть я занимаюсь квартирой убираю все перестирала все гардины занавески они все разного цвета я 3 стиральная машина запустила чтобы всех по цвету значит белые такие занавески прозрачные я специально купила такое средство гардин анвайс называется бе белые гардины такой пакетик он в росмане и в дм значит можно его купить за 1 евро и он хорошо выбеливает потом эти вот эти более плотные такие гардины я их цветном белье постирала и у меня еще кухонные с кофейными чашечками и зернышками вышитые они как белый идет с коричневым я их тоже отдельно постирала а сейчас такая вот дождливая погода и суши только в квартире гладить нельзя я сейчас вот это окно все помыло значит и этими гардинами занимаюсь мыша пыль на них собирается и надо освежить я смотрю все что мне в квартире надо смотрю на недоделки их быстро подкупаю я по выкидывала все постельное белье старый 0 мне уже надоело вижу там если в простыне дырочки там зашиваешь зашиваешь надоедает я все собрала выкинула постели тоже которыми там год-два не пользуюсь они там было сильно тонко у меня постельное белье а я люблю такое потеплее у меня велюровые комплекты с реала я еще в реале покупала сейчас реал у нас закрыли и таких больше нет я здесь в юске приобрела сейчас тоже тепленькие такие байковые а все вот эти тонкие меня не как-то они не используются и вот эти вот простыни тоже я подкупаю если где-то вижу по хорошей цене приятную расцветочку тоже я так подкупаю вот этим занимаюсь хозяйством мои дорогие а дэйдер пицы на кем-то я не дали кроссом на лайн-а